друзья приветствую андрей из балашихи балашихи не знаю как точно правильно прислал образцы масла уаз премиум 540 sncf две баночки и одна баночка вот с униса sl32 это компрессорное или холодильное синтетическое масло так и у вас премиум с добавлением это этого синиса и отработка с пробегом вот 5700 километров отработка с добавлением эстеров м о 132 по моему на карбон фокс ru андрей приобретал значит этот эталончик я уже создавал у меня есть уаз с этими эстерами сейчас я вам цвет отработки покажу ну смотрите в принципе она не такая уж темная это у нас шевроле коптива десятого года 2 и 4 бензин 136 сил на автомате пробег 117 тысяч 830 километров отработка 5700 и 195 моточасов без доливок значит сейчас я посмотрим что стало с этой отработкой вот следующая баночка будет суниса проверим как ее прибор определит и третий образец это будет тоже у вас премиум такой же только уже с добавлением синису компрессорного масла это полиэстеры еще более крутые как написал андрей чем просто эстеры так вот что намерил прибор у нас три поля желтенькие это присадки под сработались немножко немного масла окислилась но это может кстати оказало влияние еще и добавление эстеров да и и щелочное 43 то есть она еще как бы рабочие но уже пороге предупреждения пересекло вот ресурса у него уже него немного осталось значит все это мы сохраняем окей следующим этапом я проверю андрей попросил проверить масло с униса sl32 вот это компрессорное холодильное его используют в холодильном оборудовании значит стоит она примерно три с половиной четыре тысячи за по моему пять литров вот мы посмотрим как прибор его определит на что оно похоже или не похоже сейчас прибор получает спектрограмму и потом сравнить со своей базой данных значит это выгоднее покупать такое масло и добавлять может быть у тех кто занимается холодильниками можно покупать небольшой объем и добавлять масла такие недорогие на 80 процентов прибор определил что это синтетическое турбинное масло нотка как турбинная хатко генерик мобил турбо бипи турбо ойл турбинная витами мобил джет уэлл это авиационная до бипи турбо ойл аэрошелл турбина ойл ну понятно что это вот очень похоже на авиационные масла для турбин там да как раз вот эти полиэстеры дорогие используются значит образец я называю с унисом с 32 вот по этим параметрам прибором мы будет оценивать значит это антиокислительные присадки кислотная это тан и вода тут бубль это пузырьки значит смотрите да антиокислительный объем вот какой-то 13 процентов пузырьки посмотрите спектрограмму красным цветом спектрограмма данного масла но она немножко отличается да от этих синтетических для турбинных масел но все равно до полутора тысяч она практически кардинально отличается от моторного масла сейчас я покажу вот этот второй пик на 1740 вот я выставляю диапазон с 1700 до 1800 и посмотрим уровень его так вот красное это данное масло уровень примерно 1,25 напомню что у мобила один со стерами уровень 032 а у равенола 028 то есть фактически это масло у него окисление в четыре раза выше чем мобила примерно до сохраняя и теперь следующий образец последний это у нас также у вас премиум 540 только с добавлением вот этого масла с унису сл 32 для дальнейшего использования создан образец образец я учитывая что здесь эстер и полиэстер и черта лысого значит естественно я создал болванку и талончик моторного масла чтобы он учитывал его как моторная по тем параметрам значит и сейчас я этим образцом уже подготовленным обновлю спектрограмму ну а потом подкорректирую потому что добавление эстеров вводит прибор в заблуждение высокое окисление значит вот сейчас прибор измеряет спектр сейчас я у вас я увеличу и на экранчике будет видно что сверху надпись измерение спектра да значит прибор намерил сейчас вот спектрограмма данного образца но это уже больше похоже на моторное масло сейчас я опять же выделю этот диапазон 1700 1800 длина волны и посмотрим что дала уазу добавление четырех процентов с униса так смотрим значит примерно 025 026 напоминаю да у мобила 032 уровень ола 028 даже получилось чуть ниже мне кажется можно даже попробовать пять процентов с унис этого добавить но это на понятно что на свой страх и риск экспериментаторы и исследователи так такой образец получился сейчас проверим отработку сравнение с со свежим образцом ну как свежий андрей его присылал в прошлую посылку несколько месяцев назад ну вот это свежие с добавлением стр и отработка 5700 тоже с добавлением мастеров без долива без всего смотрим практически вязкость не изменилась может быть какое-то минимуме не минимальное разжижение но абсолютно четко масло держится вопросов к нему в этом в плане вязкости нет и оценю сейчас ресурс этого масла по щелочному значит 10 это начальная в это окошко я увожу 4 3 тестовые что намерил прибор и отработку значит 5700 километров у меня получилось что предела в 40 процентов от начального масла достигнет на 6000 километров кстати да ставьте лайки или дизлайки подписывайтесь нажимайте колокольчик чтобы не пропустить новые видео вот такая информация получилась благодарю андрея за предоставленные образцы всегда досмотрел данное видео до конца благодарю за терпение интерес желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких увидимся в следующих видео пока